Министр здравоохранения Ельжан Бертанов лично разъяснил карагандинцам правила обязательного медицинского страхования. Сегодня высокопоставленный чиновник в коде рабочего визита в нашу область встретился с пациентами и коллективом поликлиники номер 3. Также главный медик страны проинспектировал карагандинский фармацевтический комплекс и нейроребилитационный центр «Луч». С 1 января пенсионер за пенсионером будет платить за вас, работодатель уже с 1 июля начнет платить. Министр здравоохранения лично проконсультировал пациента в третьей поликлинике. Главный медик страны разъяснил, зачем нужна обязательное медицинское страхование и кто должен за нее платить. В ходе посещения поликлиники он ознакомился с работой единого колл-центра, диспансерного кабинета и оценил новое мобильное приложение для будущих мам. Вот, например, у нас пациентка вот задала вопрос, и вот она взяла ответ. Врачи должны наладить виртуальное консультирование диспансерных больных, отметил Ельжан Бертанов. Это способствует снижению нагрузки на бригады скорой медицинской помощи. Последние зачастую вынуждены выезжать к пациентам и просто выписывать им рекомендации. В то время как срочная госпитализация может потребоваться другим экстренным больным. Результаты такого лечения, такого подхода, они дают знать. То есть снижается нагрузка в связи с обострениями, снижается нагрузка на скорую помощь, но и самое главное, качество лечения гораздо выше. То есть общие показатели улучшаются. Все это в значительной степени привязано к информационным технологиям. Также министр посетил Карагандинский фармацевтический комплекс. Он ознакомился с работой цеха по производству генноинженерных препаратов. К слову, это единственный завод в Казахстане, который занимается выпуском подобных медикаментов. Сам цех оснащен по последним европейским требованиям GMP. Производительность цеха до 4 миллионов упаковок в год. Цех был запущен в 2015 году. В настоящее время в Карагандинском фармкомплексе построен склад на более тысячи палетомест. Лаборатория биохимическая, которая в Казахстане единственная в своем роде. Все препараты, выпускаемые на данном предприятии, включены в перечень жизненно необходимых. Спрос на них гарантирован министерством, подчеркнул Бертанов. Расширение ассортимента лекарств и их бесперебойный выпуск обеспечат низкую себестоимость. Мы гарантируем закуп всех препаратов, которые компания будет производить в течение 10 лет. Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов. В части того, что есть задержка по срокам. Где-то эти задержки связаны с экономикой, где-то с дополнительными барьерами. Поэтому для нас важно устранить административные барьеры. Мы их обсудили. Я думаю, что срок предприятия будет запущен. Особое внимание министр здравоохранения уделил нейрореабилитационному центру «Луч». Клиника открыта по программе государственно-частного партнерства. По словам Бертанова, подобные медицинские учреждения необходимы Казахстану для улучшения качества медицинской помощи. Андрей Тен, Аймамрина, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.